На прошлой неделе состоялось заседание ученического совета района. Роман Синеговский встретился с представителями ученического совета. Как прошла встреча, какие вопросы обсудили глава и молодёжь, смотрите в следующем репортаже. Олесью Загорулько, учащейся 9 класса школу номер 3, можно назвать одной из самых активных школьниц в районе. Она преуспевает не только в учёбе, но и является примером для подражания многих сверстников. В школе я веду активную деятельность, так как я присутствую на всех праздниках. Я езжу в ученические турслёты, когда наша школа является призёрами. Также я состою в молодёжном совете регион 93 при главе города. И помимо школы занимаюсь вокалом, ну как творческой деятельностью. Стать председателем ученического совета района Олеся хотела ещё в прошлом году. Но тогда её выбрали только на должность заместителя. Я думаю, ну в прошлый раз было второе место, значит в этом может уже одержу победу. Надеясь на победу, Олеся выдвинула и в этом году свою кандидатуру на должность председателя. Желающих занять этот ответственный пост в этом году оказалось много. Все они собрались в районной администрации, где смогли пообщаться с главой района Романом Синеговским. А также избрать председателя ученического совета, обсудить планы работы совета в ближайшее время. Это проведение патриотических, спортивных, экологических акций, участие в краевых, молодёжных слётах и многое другое. Открыл заседание глава Основецкого района Роман Синеговский. Хочу сказать спасибо, потому что не каждый сможет быть сегодня президентом школы, брать на себя ответственность, решать какие-то вопросы, как я уже сказал, тратить на это дело время своё. Также на заседании обсудили реализацию молодёжных программ, итоги мониторинга соцсетей, которые провели ребята, чтобы распознать опасные группы и сообщества. Обсудили некоторые интересные идеи, например, о восстановлении радиоузлов в школах, чтобы у учащихся было больше возможностей получать полезную информацию. В завершении заседания выбрали нового председателя совета. Путём открытого голосования с отрывом в 9 голосов победу одержала героиня нашего сюжета Олеся Загорулько, президент школы номер 3. Её заместителем стала Дарья Калашматина, президент лицея номер 1. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».